ДТП часто происходит в темное время суток. Вечером, особенно в осенне-зимний период, водителю сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Ситуацию усугубляют погодные условия, верхняя одежда пешеходов темного цвета и отсутствие световозвращающих элементов. В целях реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в Московской области с 21 сентября по 29 ноября проходит социальный раунд «Засветись». В рамках акции инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения посетили детский спортивный клуб «Орленок». Тренировки у юных спортсменов заканчиваются вечером. Возвращаться домой приходится по темным улицам. Сотрудники госавтоинспекции напомнили ребятам основные правила поведения на проезжей части. Посмотреть по сторонам. Сначала мы налево посмотрели, убедились, что у нас транспорт остановился. Направо посмотрели, убедились, что транспорт остановился. И еще раз налево. Чтобы уже точно быть уверенным, что водитель вас видит и пропускает. Только после этого мы с вами переходим дорогу. Где мы переходим дорогу? Напомните мне, пожалуйста. Только по пешеходным переходам. Также инспекторы рассказали о важности наличия на одежде свето-возвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю увидеть пешехода в темноте. Этот браслет достаточно хорошо держится на верхней одежде. Ребята, не слетает. Можно бегать, можно прыгать. Но только не на дороге. И его очень хорошо видят водители. Особенно если что-то стемнело, тускло, лампы еще не загорелись. Но вот отражающие света. Совершенно верно. На расстоянии 200-250 метров вас водитель заметит. Во время профилактической беседы ребята узнали, что разновидностей фликеров очень много. Маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке или обуви. В заключении мероприятия юные дзюдоисты поучаствовали во флешмобе и составили слово засветить из браслетов светоотражателей.